Вениамин Кондратьев и Вадим Яковенко говорили о передаче части объектов в муниципальное ведение. Принципиально было важно для нас, и опять благодаря вашей поддержке, было передано из федеральной собственности в муниципальную собственность 56 пляжей. Это абсолютно логично. Пляжи должны находиться в руках муниципальных образований, иначе как не скажешь, потому что именно эти руки обеспечат их и, конечно, качественное использование, и отсутствие мусора, и захламление пляжей, потому что глава муниципалитета, он освещает муниципальную собственность, и она находится рядом с ним, его поле зрения, и теперь уже в зоне ответственности. И он никогда не скажет, что это федеральная, и дальше ко мне никаких вопросов нет. Я хотел бы поблагодарить вас, территориальные органы, в лице руководителя за очень оперативное взаимодействие, очень качественное взаимодействие. Что касается объектов, находящихся на Черноморском, на Азовском побережье, ну, несомненно, тут тоже есть у нас полное взаимопонимание. Я разделяю, что собственник муниципалитета, он содержит эти объекты, он их развивает, он привлекает туда инвестиции, в конце концов. Это всё в итоге сказывается на благосостоянии, на благополучии граждан. На встрече говорили и о будущем завода имени Седина в Краснодаре. Сейчас там находится инновационный станок, который с минимальными погрешностями может обрабатывать очень крупные детали. Его ещё называют макроцентром. Подобного оборудования в России больше нет. Стоит оно 300 миллионов рублей и, по сути, простаивает без дела. Вениамин Кондратьев попросил главу Росумущества ускорить процесс передачи станка в собственность региона, чтобы развивать промышленность на Кубани. Важно сегодня, это, конечно, где-то восстановление, развитие промышленного потенциала нашего края. Сегодня завод имени Седина, который встал уже в строй, нуждается в макроцентре. И сегодня при вашей поддержке, я надеюсь, все процедуры, связанные с передачей макроцентра в краевую собственность, передачи его новому сегодня собственнику завода имени Седина, я надеюсь, будет способствовать тому, что мы ещё в скорейшее, в ближайшее время увидим мощное развитие завода имени Седина, которое и когда-то было. По передаче этого станка макроцентра, действительно, мы разделяем эту позицию. Мы сейчас осуществляем ряд мероприятий. И вы правильно сказали, это был бренд всесоюзный, это станки, которые поставлялись по всему миру, и в Германию, и в Японию. И очень здорово, что на сегодняшний день у вас, у властей Краснодарского края, есть такое желание воссоздать былую славу. Также сегодня глава Росимущества встретился с представителями региональных территориальных отделений Южного и Северокавказского федеральных округов. Вадиму Яковенко доложили о динамике поступлений в бюджет денег, в том числе от сдачи в аренду федеральных недвижимости и земель.